Двигаемся дальше. Дальше у нас есть файлики по скважинам и по канавам. Ctrl-E сочетание открывающую папочку. У нас есть по скважинам Il unity3, по скважинам есть литология, по скважинам есть опробование и для скважины есть устье. 4 файлика. И по канавкам. Литология канав, опробование канав и точки канав. Эти файлики надо собрать воедино. Отдельно по скважинам, отдельно по канавкам. собрать файлы в базу данных база данных и и создание в ленточном интерфейсе меню скважины и самая левая кнопка создать но я не буду ей пользоваться я сначала проверю скважины на наличие ошибок ну там целостность база данных какие логические противоречия например у меня общая глубина скважины может быть короче чем последняя проба или меня четыре файлика скважина будет записана только в 3 то есть информация об одной скважине будет не во всех файликах кто-то такое и можно сразу создать базу данных но это чревато тем что мы потом забудем ее проверить и ошибки будут существовать наша модель не может быть лучше чем наши исходные данные поэтому я сначала проверю скважины проверить проверить скважину диалоговое окошко первая вкладочка файл устьев указываем устья подставились значение пола иди xyz общая глубина поле азимута и полиуклона у нас таких нет напомню это для тех кважин которые не искривляясь то есть у них один азимут и один угол на всю скважину нас таких нет у нас искривленные скважины переходим на вкладку файл incline 3 ставим галочку использовать файл incline 3 и указываем incline 3 скважину поля подставились сами файлик интервалов используем файлик интервалов и файлик интервал у нас два опробование скважин и литология по скважину нам надо будет что не забыть потом поставить второй интервальный файлик файла событий у нас нет отчет файлик отчета не обязателен но мы его обязательно укажем проверка важен отчета проверка скажем затем что ошибки в базе данных это не шутка ошибки надо будет все зафиксировать и если мы решим исходные данные как-то менять надо каждое изменение в исходных данных зафиксировать сразу про фиксацию вот у меня какой-то отчет он формате macromine а мне допустим надо будет отчитываться об ошибках ворде отчет делать или в excel я табличку сделаю обращусь к заказчику чтобы он не разъяснил откуда у меня возникли ошибки в общем мне нужно будет из macromine куда-нибудь мой отчет перемещать в другой формат во время проверки скважин открывается еще одно еще одна менюшка ленточного интерфейса проверка скважин и здесь инструменты этого меню среди них находим редактировать форм попали в только что закрывшиеся диалога окошко здесь мы во первых форму не забудем сохранить мы собирались героически сохранять все формы и файлик отчета я открою правую кнопку мыши просмотреть вот у меня все моих ошибок запись строка в которой найдена ошибка программа считает что она именно там скважина в которой эта ошибка ну и в общем описание ошибки здесь слева вверху меня есть кнопка экспорта в excel я свой отчет могу в excel закинуть то есть как мы импортировали из excel а также мы в excel можем экспортировать имя файлика предлагается такой же как и файл отчета имя листа я поставлю без опций в проверке можно было много галочек поставить я не ставил ни одну галочку и все равно 7 ошибок вылезла поставлю галку записывать им на полей и можно открыть файлик после экспорта чтобы посмотреть что получилось сохраню сохраню форму раз мы решили заводить эту привычку запустили файлик проверки скважин создался мне этот файл нужен для того чтобы он был не формате macromine я могу пункт отправить понятную карман могу там в отчет вставить вордовский и вообще он меня сохранится отдельно от macromine потому что если я например все ошибки поисправляю я возьму и все ошибки в итоге исправлю вот они у меня 7 штук все не будут исправлены допустим я отчет перезапишу он не скажет что ошибок нет ну и все меня то есть файлик с проверками скважин будет пустой и у меня не останется следов какие были ошибки как ты их исправлял знакомиться с окошком проверка скважин тут сразу четыре окна правое окно с ошибками обратить внимание они разбиты по категориям критические самые какие-то ужасные ошибки чуть по слабже уровень опасности просто предупреждение можно их там скрывать показывать чтобы если ошибок много-много в них как-то сориентироваться описание каком файле какой строке какой скважине еще три окна это файлики в которых эти ошибки содержатся наши файлы которые мы давали на проверку файлик устьев инклимент 3 и опробование цветами раскрашены записи относящиеся к определенным скважинам и что еще хорошо если в одном файлике выделяю запись например по скважине 8 в опробовании в файле устьев подсветилась скважина 8 и файл инклиментрии также скважина 8 подсветилась весьма удобно программа открывает нам окошки с файликами которые содержат себе скорее всего ошибку но можно панельки подключать подключать вам может быть удобно по-другому в одном файле у вас нет ошибок он вам просто мешает можно кнопочка показать панели включать отключать окошечки далее вот это встроенная проверка макромайна а проверяет на всякие логические противоречия и на полноту базы данных и все поля файлики этому алгоритму не нужны поля которые ему обязательны вот он выделяется жирным холоде xyz общая глубина файлики устьев инклиментрии номер скважины глубина замера угол азимут в интервалах холоде номер скважины вот до и все остальные поля ему не обязательно алгоритм проверки но пользователю бывает нужно посмотреть какие-то еще записи особенно от файлики опробования много разной информации номера проб там длина содержание чтобы принимать решение о том откуда ошибка как исправить когда открывается это дело в окошко некоторые из этих полей могут быть скрыты меня не все открылись но обычно нажат вот эта кнопка открыть поля без ссылок и мы видим урезанную версию по это то есть вот так вот каждом из файлов в каждом из панелей остались только поля которые бит для алгоритма смысл но так как нам интересно все файлики посмотреть нажимаем панельку кнопочка скрыть поля без ссылок отжимаем ее и мы видим все поля можно также настроить по каждом отдельном поле нажимаем кнопочку перегруппировать поля или правой кнопкой мыши щелкаем находим перегруппировать поля и ставим галки или убираем галки и поля нам очень удобно и наглядно но если не знать иногда теряешься где куда делись поля почему не видно содержание никогда не обращал внимание а вот сейчас увидел что есть кнопка найти скважину визоксе и тогда мое желание не создавать сразу базу данных она может быть не такое уж и хорошее я бы создал базу данных нашел скважину в которой содержится к интересное там для меня ошибочка я бы сразу ее визоксе увидел никогда не пользовался этой кнопкой вообще хочу проверить работает нет давайте мы тогда все-таки возьмем и прежде чем проверять скважину исправить ошибки базу данных создадим так вот внезапно но повторюсь если бы не эта кнопка которую мне просто захотелось потестить вообще лучше сначала проверить а потом только создавать базу данных потому что не проверил баз данных работает есть возможность проигнорировать ошибки и у вас дальше баз данных с ошибками существует вы про них давно забыли ни к чему хорошему это не перед создать базу данных важен и самая левая пиктограммка создать у нас есть файлик устьев файлик устьев устья обязательные поля подставить файл инклины 3 инклины 3 ставим галочку чтобы показывалась файлик инклины 3 скважин обязательные поля проставить файлы интервалов у нас их два мы их оба добавим нашли кнопку добавить файлик интервалов у нас опробование по скважинам проверили что все заполнилось окей и добавили еще один файлик это файлик литологии и то и другое идет интервалами это интервальные файлики или файлы интервалов база данных вывода так напишем базу данных базу данных скважин что тут насчет атрибута устьев атрибута устьев я могу указать вот у меня есть компания которая бурила или которая владела лицензией когда проходили работы у меня есть там разветочная линия я могу это кости атрибута устьев добавить базу данных назвали формочку сохранили окей программа не сообщила что есть у меня ошибки и проигнорируем и база данных создалась ничего на экране не появилось и вообще у нас какой-то скучный белый экран давайте мы на же создан каркас мы подкрутим каркас форму физикса каркас тем тупо схватил перетащил вот у меня каркас и базу данных давайте визуализируем чтобы вас данных привел физиксе мы находим форум физикса строку скважина если она скрыта на треугольничек слева раскрыли и первая строка за скважинами траектории два раза нажали вылезает дело в окошко база данных в данных ввода у нас она одна два раза щелкаем выбрали базу данных дальше стоит галочка показывает траекторию до цвет по умолчанию можно сразу поменять толщину линии я сделаю потолще позаметнее будет дальше на ваш курс и цвет можно раскрасить траектории в зависимости от чего-нибудь например от файлик интервалов но мы пока не будем название выработок до показывать и название можно либо сверху подписать либо снизу либо у устья либо у забоя название скважин обычно подписывается у устья он спрашивает расположение сейчас его нет то есть не будет подписано либо автоматически либо по центру метка холоде он автоматически подставил мы поставили атрибуты пустьев если помните в базе данных когда ее создавали и здесь теперь на выбор у меня можно полаге либо какой-то из атрибутов которые я указал я хочу полаге номер скважин глубина глубина будет подписано у забоя ставим галочку показывать глубины выработок цвет суффикс метки суффикс то что идет после значения глубины то есть это будет написано например 150 дальше я хочу чтобы было видно что это метрах пишу пробел метр десятичные сколько знаков после запятой в глубине выводить если у вас там фактического глубина с точностью до десяток или до сотых это не сильно кому-то нужно поставленной длина рисок ну это надо смотреть по месту и вообще на ваш вкус насколько будет длинная черточка поперек траектории скважины забоет такая черточка рисуется и расположение я также поставлю по центру пусть и пусть и показывались и хочу символ поменять у меня символ будет у меня пустой кружок производительность стоит по умолчанию полный в зависимости от производительности вашего компьютера точки пересечения это если мы хотим показывать точки пересечения траектории скважины с разрезами но мы еще про разрезы ничего не знаем поэтому давайте не буду ставить вдоль скважин тоже пока не есть возможность показать данные вдоль скважин но мы по-другому выведем данные вдоль скважин по-другому нажмем ok вот у нас что-то появилось и сразу вы должны мне сказать что я форму не сохранил форму не сохранил но объекты которые подгружается визокс их форму можно сохранить после в просмотре слой физикса вот у меня появилась без имени bd скважин я право кнопку мыши нажал и выбрал сохранить форму как его окошко окей вот у меня форма база данных сохранилась так зачем я это делал затем чтобы посмотреть как там сработает кнопка показать скважину в проверке поэтому я вернусь к проверке нажму ok я тут общем уже успел все закрыть вот у меня проверка скважин и я выбираю например восьмую скважинку и хочу ее найти визоксе нажал что-то там наверно произошло я ничего не увидел ничего не увидел потому что у меня визокс отдельно а проверка скважин отдельно было у меня два экрана как у всех порядочных модельеров было бы мне очень сразу так как у меня экран один все вкладочки не умещаются чтобы на экране разместить больше чем одно окошко по заголовку нажал правой кнопкой мыши и выбираю ну либо плавающая чтобы окошко перемещать либо какую-нибудь там горизонтальную вертикальную группу сделаем горизонтальную группу так что я хотел я хотел вообще-то 8 скважин найти скважину визоксе ах а вот она она подсветилась скважинка подсветилась важенка подсветилась можно рельеф отключить вот я вижу выделена 8 скважина свойства можно зайти посмотреть сразу что тут есть очень удобно если у вас какие-то вопросы к скважине и вам надо ее увидеть выделяем находим кнопку найти скважину визоксе нажимаем вот она удобно но я бы все таки не создавал базу данных до того как проверил скважины все ли вам рассказываю все три фишках конечно же нет ни о всех но в программе есть возможность потыкать на кнопочки посмотреть где что всем осваиваете на здоровье если например у вас нет такой функции например мне 101 скважину надо скважина 101 скопировал название иду визокс жму control f вставляю найти он не находит если у меня визоксе открыта база данных я ищу по названию он догадывается что я хочу найти именно скважину ну или в окошке скважины самая правая кнопка найти скважину так это все были лирические отступления вернемся к проверке